Ребята, всем доброе утро. Мои голуби и моя голубя. Сегодня решил я устроить КХД. Голубей пока выпускать не буду, потому что они без меня сорвутся. Придется их выпустить. Выгоню всех сюда в вольер. Пусть сидят. Посмотрите, сколько пера. Сколько всего. Как и говорил, гнезда я делал. Гнезда делал с расчетом таким, чтобы перо туда залетало. Уже подгадили так, что ничего туда практически не залетает. А пера очень много. Очень много пера. Голубей пошла ленька. И что-то очень... Подростки в основном леняют. Взрослые тоже. Вот я ловил там маховые у некоторых. В общем, сейчас постараюсь всех выгнать. И как могу начну потихонечку чистить. Займет это довольно-таки большое количество времени. Но это надо сделать перед ленькой основной, чтобы перо туда залетало. Есть еще место, куда перо будет залетать. Но все равно, все равно, надо чуть-чуть прибраться. Как раз посмотрю пескуня тут. Кто и что. Как себя чувствует. По-моему, тут пару штук надо будет кого-то убирать. Вот так вот они сидят. Все сидят. Сейчас и гнезда кое-какие почищу чуть-чуть. В общем, надо будет заниматься. Потом уже окончание работы покажу. Еще раз повторюсь, это займет большое количество времени. Так что, как и сказал, это хобби. Вот сегодня у меня выходной. Завтра на работу и голубей сейчас даже выпускать не буду. Выгоню их вольер и сяду здесь потихонечку. Включу радио на телефоне и буду сидеть и убирать. Уже приготовил мешков 6-7 пустых. Собирать этот помет. И буду потихонечку заниматься. Пока на паузу. Все, что мог, я уже сделал. Практически одно гнездо здесь не почистил. Там вот так вот сидит. Вот так нато стал. Вот его не почистил. Остальные гнезда все. Все почистил. Гнезда вон. И свинята здесь сидят. В общем, замучился. Очень замучился. Не убирал с зимы я. Вот сейчас пошла линка и поэтому, чтобы было меньше пыли и перо улетало. Вот как я строил гнезда. Вот 5 сантиметров у меня. Нижние гнезда остались от пола. Вот чтобы сюда залетало все перо. Было все забито. Было все засрано. Вот и поэтому сделал. Пришлось в общем убирать. Чтобы на момент линьки она уже почему-то у меня началась. Вот молодежь посыпалась. Вот старики еще так себе. Вот пришлось все убрать. Вот чтобы здесь все было открыто. Что-то уже родители кормят. Там вон два белых малыша. Там вон черныши сидят. Там так лоток только вывел. Боялся, что замерзнуть не замерзнуть. Там еще где-то были. Но эти уже повзросли. Здесь тоже два штучки. Это вот от этого. Так. Ну и все. Там тоже малыши это тоже кормят. Папка, мамка. Здесь тоже вот. Правда один черный, один белый. То ли яйцо кто-то снес. Сейчас так что-то не может быть. Чужое яйцо. Вот и по три, и по четыре яйца было. Здесь малыш. В общем есть немножко. Немножко пескунят. Немножко которые уже выгнал они бегают. Но главное вот эту вот работу я сделал. Осталось мне только почистить вольер. Вот с самого утра я ковырялся в голубятни. 112 гнезд как я и говорил. Вот каждая почистить. А вот еще одно гнездо. Так он не стал изгонять. Два гнезда не почистил. В общем 110 гнезд я все почистил. Сами гнезда я не мыл. Там где-то яйца, где-то птенцы. Пластик. А так все почистил. Полы почистил. Ну белить уже не стал. Подмел. И на этом все. Вот вольер еще грязный. В джинологии и покормил. И напоил. Вот они проходили. И даже и не выпускал. Потому что была уборка. Вот два малыша. Это он когда по башке настучал. Черные шутки трябоголовы. Вот какой-то плашонок. В общем он здесь еще тоже покормил. Так ладно ребята. Сейчас пока этих буду загонять. Голубятню. И надо будет убирать вольер. И уже как бы время обеда. На паузу. Так всем ребята еще добрый вечер. Уже вот пятый час наконец-таки я выпустил своих голубей. И вот они уже наверное минут сорок у меня гуляют. В общем на сегодня я как бы свои обязанности по угоду заголубями выполнил. Поэтому даже не хочу я гонять их. Вот они вот. Нарвал им еще портулак. Вот они кушают, лазают. Вот молодежь кое-кто выходит. В общем занимаются своими делами. Сегодня я их и так помучал. Они сидели полдня практически в вольере пока я голубятню чистил. Поэтому не хочу и сам устал и не хочу их трогать даже. Пускай вот гуляют попозже. Буду кормить. Вон они что-то грызут. Вот половина еще в голубятне, если не больше. Взрослые. Пискунята. В общем вон кто-то в вольере сидит. Не горит желанием выйти. Кто-то на крыше. Вот я сам на верхнюю голубятню поднялся. Вот взял камеру и вот так вот решил. Там может быть новые подписчики как бы и старые пишут. Вот все что я делаю. Может быть оно и неправильно. И человек написал и пискунята пропадают. Ну пропадают, но не все. Я стараюсь как бы молодых. Вот они выходят, гуляют. Некоторые стараются залететь на крышу. Сидят на крыше. Особо как, еще раз повторюсь, особо иногда и терпения не хватает. Особенно вот с этой верхней голубятни переношу. Они жирненькие такие. Крупные. Уже почти начинают в леньку идти летать. Сразу не хотят. Иногда психуешь. Вот. А здесь наоборот в этой голубятни. Из кунята выходят. Стараются быстрее на крышу. С крыши на землю. В огород. За взрослыми голубями. А отсюда наоборот меньше голуби теряются. Это вот одна из проблем. Переводить, как сказать, из маточника. Вот из этой верхней голубятни туда. В эту вгонную голубятню. Здесь, как еще раз повторюсь, я особо здесь птенцов брать не стремлюсь. Есть несколько пар. Вот что-то, что-то я из-под них беру. Даже сегодня убрал, наверное, около семи кладок яиц. Убрал. И, наверное, около... Ну, я не считал. Около пяти-шести пескунят. Убрал. Тут еще есть некоторые, которые... Спортсмены бегают туда-сюда. Ну, пока вроде бы ничего. А там вот заморыши были. Несколько штук. Вот. В одном гнезде по три, по четыре штуки собьются. Сидят вот. И, в общем, можно сказать, не до кормыши. Я их, в общем, убрал. Потому что толку от них. И... Взрослые устают кормить их. И толку от них нету. Поэтому вон витамин поставил. Пьют витаминки. А там не знаю дальше, что будет. Вот. Решил сегодня генеральную уборку сделать. Ну, правда, голубят не можно было. Надо было ставить стекло. Вот у меня нету здесь стекла. У меня сетка и все. И двери открыты. Чтобы постоянно приток свежего воздуха был. Как бы небольшой. Там не сквозняк, но воздух хорошо заходит. Крыша у меня здесь, в голубятне, она подшита. Там стекловата лежит. Ну, как каменная вата. 10 сантиметров. Там прослойка лежит. В общем, в голубятне так не нагревается. Как вот вольер. Ну, вольер здесь продувается больше. Поэтому в голубятне не так жарко. Вот. И воздух нормально циркулирует. Поэтому сегодня решил все прибраться. Потому что голуби пошли уже в лень. Вот я и здесь собираю перья на улице. Ну и в голубятне уже посмотрел. Как и вот изначально показал. Нижние гнезда у меня 5 сантиметров от земли. Они у меня уже были немного позасраны. Поэтому пришлось мне прибраться. Убирался долго и упорно. Ну, как вот показал я. Кроме двух гнезд. 110 гнезд я все почистил. Все нормально. Вот. Кое-какие кладки яиц убрал. Ну, вот и приготовился к большой леньке. То есть чтобы вот это перо и все остальное. Потому что туда-дальше. Вот сейчас вот многие мне пишут на WhatsApp. И так вот спрашивают. Ну, там сопли, насморк, все остальное. Это вот как у людей бывает конъюнктивит. Только вот у голубей это называется орнитоз. Вот болезнь глаза. Вот. И с такой погодой, температурой. Вот как у нас. У нас вроде бы и жара. Но у нас эффект, можно сказать, парилки. Вечером ливень. С утра солнце. И на улице такая влага и духота. Вот приходишь с утра прибраться в вольере. Вольер я очищу каждый день. Каждое утро я очищу. Потому что они кушают, пьют. Чтобы в поилку меньше пыли летело. Пера было меньше. Молодежь вся здесь отдыхает, когда я на работе. Поэтому вольер приходится чистить каждый день. Голубятни, вот как и сказал, что я почистил несколько месяцев. Вот я не помню, когда я гнезда делал. Как вот гнезда сделал. И с тех пор я вообще ничего не чистил. Вот они там все, что делали и делали. В общем, наделали неплохо. Могу сказать, в районе 8 мешков я всего вот собрал. Ну и с этой голубятни, с верхней тоже чуть-чуть прибрал. Гнезда я в верхней голубятни не трогаю пока. Это только вот ближе к зиме. Там почищу полы. Я все почистил. Здесь тоже перо летит с голубятни. Поэтому сегодня был день по ХД. Я думаю, многие, кто служил в армии, они знают, что это такое. Вот такие вот дела. Ну а так вот, как я их держу и содержу, я думаю, все вы видите. И еще раз повторюсь. То, что я гоняю. Куча и все остальное. Это, знаете, как можно сказать, это ад безысходности. У меня нет возможности. И иногда и лень, и возможность поймать в этой голубятни голубей очень сложно. У меня есть сачок, я купил все. Ну, очень тяжело выборочно гонять. И гонять как бы для того, чтобы... Вот молодые подрываются, бесятся. Гонять, чтобы голуби начинали показывать результаты по времени. Ну, я как бы, я не стремлюсь. Вот тут есть тренер, который гоняет периодически. Вот и есть голуби пропадают, есть голуби просто сапсан забирает. Вот поэтому гоняю вот так вот кучей. Конечно, когда они останутся там 10-15 штук, они лучше и летают, и лучше играют. Вот и дольше летают. Это не... Вот я как-то на днях гонял. Ну, в районе 130 штук вот я поднял. А здесь, ну, в этой голубятни около, наверное, 150-170 штук. Много голубей. Так что надо кое-что здесь убрать. Вот буду, наверное, убирать всех черных. Оставлю только черных. Ну, персов оставлю. Бакинцев буду, наверное, убирать всех. Поэтому как-то так. Так, немного отплёкся. Так, что хотел сказать, уже забыл. Сейчас на данный момент мне вот главное, чтобы здоровье голубей и всё. И больше, в принципе, особо ничего не хочу. Туда, дальше, ближе к осени. Зимой голуби и облиняют. И кто-то и себя очень хорошо покажет. Главное, вот молодёжь, чтобы для меня облеталась. А чтобы они знали круг. Вот. И там уже осень и зима себя покажет, кто выживет, кто игру наберёт. И всё остальное. Сейчас вот только главное здоровье. Сейчас вот тут август-сентябрь уже пойдёт хорошая линька голуби. Уже иммунитет послабее. Начнётся как сезонная вот эта оспа. Я их не вакцинирую от оспы. Ничего не делаю. Будет оспа, будет. Вот в прошлом году у меня оспы не было. Но у меня был орнитоз. Вот у некоторых пескунят глаза слезились. И вот такая беда была. В этом году пока нету. Ну, надеюсь, что у меня пронесёт. Вот. Я не ветеринар, не знаю. Я тоже вот слушаю чужие ролики. Смотрю, что люди говорят. Есть несколько там ветеринаров, которые вот и на канале объясняли, как и что делать. Именно люди, которые имеют отношение к ветеринарии. Не просто голубятники, которые вот держат голубей, там что-то знают, что-то вычитали. Я тоже много чего знаю, но может оно и неверно. Поэтому я не могу давать советы по содержанию голубей. Я такой же, как и вы. Ни хрена ничего не знаю. Вот. Я смотрю по состоянию голубей. Вот. Я ещё раз говорю. Я же показывал. Ну, зимой, конечно, я почаще вот всякую траву завариваю. Всё это как бы это не лечение. Это профилактика. Вон, жёлтый сорвался и полетел. Придурок маленький. Куда-то умотал. Вот он, он идёт. Опять прилетел. Вот так вот малыши срываются. Пошёл на круг куда-то вот за дом и вот он вернулся опять. Вот они ещё, они ещё туповатые. Вот такие вот дела. Поэтому я, как бы, антибиотики без них. Я тоже скажу, что я не могу обойтись. Потому что количество голубей здесь большое. Мне тут про количество человек написал. То, что неправильно. Там по книге всё там по полтора кубических метра на пару голубей. Ну, все мы езжим по-разному. Я был во многих голубятнях. И могу сказать, у всех условия разные. Содержание. У всех. Иной раз вот возьмёшь с хорошей голубятни голубя. А вот я про себя говорю. Приносишь сюда. А он раз, два и... В общем, две недели и он начинает чахнуть. Не знаю, чем кормит хозяин. Всё чисто, красиво и всё вроде бы живо и здорово. Приносишь. Здесь совсем другой иммунитет. Здесь, наверное, и условия другие. Вот. А возьмёшь у человека, у которого голуби там по двору гуляет. Будка, наверное, полгода или год не чистилась. Принёс его, выпустил. Всё. Он привык и живой, и здорово. Поэтому сейчас очень многие, как бы, химичат, можно сказать, голубей. Многие пользуются антибиотиками, препаратами всякими. Я не говорю по поводу вакцины. Многие вакцинируют голубей. Я сам вот привожу вот лосотой. Не знаю. Я буду в августе месяце это делать. Не знаю. Может быть. И стоило бы, наверное, пропоить лосотой. Хотя мне предупредили, сказали, что именно если когда голубей капаешь, то есть восковица глаз, вот, это эффект более лучше, нежели чем пропойка голубей. Но их просто большое количество. Я пока поймал 75 штук, чтобы завести их в командировку. Я чуть с ума не сошёл. Вот такие его дела. Ну и работа, ребята. Уже работа. Иной раз бывает не до голубей. Просто не до голубей. Иной раз и на работе можешь выхватить. Вот. И забываешь, что у тебя и голуби дома находятся. И всё остальное. Иной раз забываю даже позвонить сестре. Спросить, что и как. Или покормила, не покормила. Она мне сама звонит, что ты едешь или нет. Я говорю, зачем. А я их ещё не кормил. А я тогда уже говорю, корми я не приеду. Иной раз бывает так, что белый сорвался и ушёл куда-то. Попёрся. Может это вообще не мой был. Иной раз бывает так, что, я же говорю, и совсем не до голубей бывает. Поэтому я не знаю. Вот. Во-первых, сюда надо ездить. Вот. И чёрт его знает, в общем. Если бы это был бы мой дом, всё было бы под рукой. Вот. Тогда другое дело. Пришёл с работы, переоделся и пошёл посмотрел голубей. Всем в глаза посмотрел. По гнёздам. А в основном я после дня, я очень устаю после работы. И сюда я не езжу. За голубями смотрит сестра. Она их кормит. Поит. В основном пою я их. Я тогда ставлю две поилки. Сейчас голубей много. Они... 12 литров они... Не хватает им поилки. Я ставлю ещё 7 литровую. Или же вечером заезжаю. Добавляю вечером воды. Так, на 10-15 минут. Вот. Как-то так. Поэтому... Сделать всё, как положено для голубей, у меня просто нет возможности. Я думаю, у меня голубятня не хуже, чем у остальных. Вот. Она... Она холодная. Вот. Я гнёзда сделал, оборудовал. Вот. Как бы им удобно. Моё такое мнение. Вроде бы я ухаживаю, всё делаю. Ну, количество, количество. Во-первых, я люблю большое количество. Ну, здесь уже чуть надо сокращать. С этими птенцами и всё. Количество потихоньку возрастает. Хоть и сапсан забирает. Хоть и с командировки. Я, если честно, не знаю, сколько не пролетело. Вот сейчас был у человека. Там одна голубка ещё сидит. Я её даже забирать не стал. Я говорю, вывези и выкинь её дальше. Дальше. Вот. Здесь которых забрал троих. Я их отвезу в город. И на вольные хлеба. Раз они не долетели, значит не долетели. Мне я вот посмотрел. В общем, я их тоже завезу и выпущу. Может быть ещё тут будут претенденты. Так что, вот так. Если бы я ещё повторюсь, был бы мой это участок. Здесь было бы, наверное, совсем по-другому. И будка бы строилась, наверное, намного дольше. И, может быть, и по отсекам. И, в первую очередь, забор был бы, наверное, очень высокий. Из профнастила, чтобы тут кошки не гуляли. Кошек бы я не держал. А была бы у меня, скорее всего, собака. Бегала бы. Всё бы, наверное, было по-другому. И делать так, как положено, у меня просто не получается. Я держу, как держу. Люблю, чтобы голуби в любое время года летали. И я просто радовался. И смотря в небо. Как они летают. Что и умеют, что они не умеют. И всё. Вот для этого и держу. Поэтому вот и пришёл, и полдня убил только лишь на чистку голубятни. Чтобы они не захерели, были пободрее, поживее и всё остальное. Вот как-то так. Всё, что я хотел сказать. А там уже судить вам. Я же говорю, каждый держит и породу под себя, и голубей гоняет под себя. Я знаю, люди держат и в клетках, только получают детей. Там никаких там полтора кубических метра нету. Там, если от силы метр, ширина и там, в общем, клетка и клетка. Небольшая клетка, поилка, всё кормят этот и детей получают. Сидя в клетках, пара сидит и даёт детей и всё. Я уже сталкивался и очень много с вольерными голубями. Они все на одно лицо. Он вышел на крышу. Вот так вот посмотрел, огляделся. И вон туда он ломанулся. Вон туда за крышу вот так раз. И всё, я его последний раз в жизни видел. Так что с вольерными голубями всё очень сложно. Их сложно вообще и приучить, и тем более разогнать. Поэтому и молодых я гоняю. Вот он, хвостик раскрыл синий. Вот он малыш. Это вот последняя партия с этой голубятней. Сколько ему? Месяца два. Говорят, в два месяца гонять. Вот он уже потихонечку летает. Кто-то и раньше поднимается, кто-то позже. Всё как бы индивидуально. Вот здесь чубатый мой рябыш. Вот он, кстати. Первый раз я его чуть не потерял. Он улетел на провода сел, потом прилетел. Через два дня он уже со стаей мотался. И сейчас летает. Недолго, но уже летает, сам поднимается. Не так высоко. Но уже вон хрен куда пропадет. Хотя ему тоже точно так же месяца два. Он еще хрипит. Так что я вот так вот гоняю молодых. Поднимаю. Вот они рвутся за стаей. Тянутся. Там кто-то отстает. Кто-то на чужие крыши. Всё бывает. Я всё показываю. Я мог бы не направлять камеру там на крышу. Я и показываю. Вот что один этот пенсионер. Вот он туда садится. И еще двоих туда тянет. За собой. Я знаю. На сачубая голубка туда садится. Черная. И молодой персючонок. Вот тройка туда садится. И мой этот. Мой перка забивной. Если вот я его оторвал от крыши. Вот он забивается. Он может тоже туда сесть. Вот. Четыре штуки. Красная вот сюда на дерево. Я сам ее испортил. Она была хорошая голубка летала. Но я ее порезал и оставил. Чтобы он ее не добил сапсан зимой. Он бы ее сто процентов забрал. И вот здесь меня просили показать голубя. Но я не знаю как я его покажу. Не покажу. Он с восемнадцатого года. Вот под желтым кольцем. Один единственный голубь. Который в будке отлетал. Больше всех. Больше семи часов отлетал. Он у меня один в этой голубятии. Больше у меня нету таких голубей. И вот он выжил. Я ему дал крыло. Голубку сожрал сапсан. Они вот. Еще были у меня насесты. Вот эти вот антенны кстати. Вот они. Вот я на крыше сижу. Вот она. Одна. Другую разобрал. В общем я убрал их отсюда. Снял эти антенны. Потому что есть голуби. Которые очень тяжело слетают. И долго. Когда мне. Очень надо срочно уйти. Голуби как бы голодные. Вот. Все слетели. И быстренько кушают. А. Есть. Такие. Индивидуумы. Которые. Дрыгаются. И. Туда. Сюда. Туда. Сюда. Сделали. Уже. Я. Если собираюсь уходить. Насыпал. Голубям. Кушать. Вольер. И. Максимум. Минута полторы. Я закрываю. Все. И. Уезжаю. Поэтому. Антенны. Я убрал. Может быть. Им и тяжело. Сюда. Туда. Садиться. Вот. И. Дерево. Мешает. Ну. Голуби. Уже. Привыкли. Вот. Антенны. Я ставить не буду. В общем. Я не знаю. Я вроде бы. На все вопросы. Там ответил. Кто-то. Что-то задавал. Вот. Ну. Голубь. Я же говорю. Он простой. Белый. Голубь. И все. Он летает долго. Играет. Не так часто. Играет. С выходом в столб. Вот. Особенно. На посадке. Он как так. Он ныряет. Почему-то. И. Выход в столб. И начинает играть. Вот. Может быть. В каких-то роликах. Я его и показывал. Вот. Он один. Который выжил. Ну. Чернохвостная. Голубь. Вот. С разрезным пером. Она еще здесь долгожитель. Ее дочка. Ну. Так. Есть. Чуть-чуть. Голуби. И несколько. Вот. Забивных. Можно сказать. Которых. Я порезал. Там пара мраморных. Вот. Есть еще порезанные голуби. Чиль один. В общем. Которые здесь долго живут. Ну. Они. Долго выжили. Из-за того. Что они были порезаны. А так бы. И. Я же говорю. Вот. Все зависит от региона. У кого-то. Сапсан прилетает. Так. По сезону бьет. Побьет. И. Улетает. А здесь. Он. Никуда не хочет. Лететь. Он здесь живет. Прописка. У него местная. Поэтому. Он. Периодически. Посещает. Тем более. Такой. Табун. Когда поднимается. Как. Он не увидит. Я же показывал. Поле. Рядом. Ему тут. Время подлета. Полторы минутки. И. Он. Уже. Тут. Хромсает. Как хочет. Вот. Такие. Его дела. Ладно. Ребята. Сейчас. Пока. На паузу. Вот. Сразу. Пока. Не спустился. С крыши. Вот. Опять. Покажу. Своих. Негодяев. Которые. Здесь. Сидят. Ну. И. Еще. Расскажу. Вот. Это. Количество. Голубей. На. Вот. Такую. Голубятню. Как мне там говорят. Полтора. Кубических метра. На. Пару. Голубей. Вот. Им. Хватает. Вот. В баллоне. Еще. С утра. Осталась. Водичка. Они уже покушали. Покормили. Вот. Больше. Я смотрю по баллону. Если баллон заканчивается до вечерней кормежки. Вот. Они уже подъели. Там чуть-чуть просто осталось. Вот. Уже. Практически. Все. Выжрали. Покормили детей. Вон. Они там. Желтенькие. Сидят. Вот. Он. Папка. Еще. Мокрая. Вот. Гад. По-моему. Голубочка. Гоняет ее. Начинает на яйца подгонивать. Рановато. Вон там. Молочня дерется. Которую пора. Уже. Пора. Переносить. Уже. Начинает отвоевывать гнезда. Вот так вот. Персичок. Оказался. Да ни хрена. Это. Это взрослый был. Выгнал. Я думал. Молодого. Пискунялка. Выгнал. Вот. Вот. Один. Это. Эта пара. Вот. Второй. Это я уже пообещал. Этих. 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 Голубей. В общем. В подарок они уйдут. В общем там сидят. Вот. И. То что хочу сказать. Вот эта голубятня. Вот с таким количеством голубей. Более чем достаточно. С этой голубятней я. Нормально. Получаю детей. Фу-фу-фу. Ничем. Пока не пользуюсь. Вот. Кроме витаминов. Вот. Иногда ленюсь туда травки подкинуть. Вот. Ну просто ленюсь. Вот. Бывает что сюда и не кину травки. Но стараюсь. Я тоже стараюсь. Потому что здесь. Кроме деревянного пола. Вот. Здесь ничего нет. Они не на улице. Поэтому надо так бы. Их тоже. Уважать. Голубей. Надо им и травку. Минералка. Здесь и у них есть. Она вот. У меня за спиной. Сейчас покажу. Так что. Я думаю. Вот это вот. Такое вот. Количество голубей. Для данной голубятни. Это самое оптимальное. Вот. Скоро. Вот. Эти. Два. Желтеньких. Тоже. Подрастут. И пойдут. В гонную. Голубятню. Вот. Из-под моего. Короче. Брат. Сестра. Моего. Перки. Вот. Это будет. Видимо. Голубь. Ну правда. Негодяй. Как и сказал. 16. Перы. Вот. Одногнездки. Напарники. Для моего. Перки. Растут. Вот. Еще. Малыш. Этот. Уже. Пора. Ему. Пора. В общем. Туда. Вот. Такие его дела. Вон. Там. Малыш. Тоже. На сачуге. Растет. В общем. Вот. Минералка. Вот. Минералка. Покупная. Как я и говорил. Я. Тауганкрафт. Покупал. Вот. У них здесь. Насчет минералки. Все хорошо. А вон. Тоже из по черного. Растут. Один шоколадный. Один черный. Растет. Вот. Так. Вот. Здесь. Тоже. Один. Один. Одно яйцо не выбилось. И там один. Отойди. Отойди. Вот. Вот. Какое. Пузико. Зов набили ему. Вот. Малыш растет. А вот. Перкины. Родители. Вот. Папка. Вот. Смотрите. Голова. Какая. Чавка. А вот она. Мамка. Очень. Хорошая пара. Очень. Они. Молодцы. И кормят. Хорошо. И. И дети. У них. Отличные. Только. Я. Все. Просираю. Так. Сказать. К тому же. Желкая. Не знаю. Вывела. Нет. Еще. Кажется. В общем. Здесь. Я. Особо. Им. не мешаюсь. Не лазаю. Здесь. Только. Чищу. Кормлю. Пою. Ладно. Пойдемте. Вниз. Так. Ну. На этом. Уже. Наверное. Ребята. Буду. Заканчивать. Вот. Мои. Дикари. Сидят. Уже. Видимо. Кушать. Хотят. В общем. Что могу сказать. Здоровья. Вашим голубям. Чистого неба. И всего хорошего. Надо просто. Немножко. Я могу по себе сказать. Не лениться. Гонять голубей. Голуби у всех разные. Каждый любит разных голубей. Кто-то держит. Статных. Кто-то держит. Лохматых. И лохматые. И бойные. Те же. И моздотские. И узбеки. Кто-то и узбеков гоняет. В общем. Вон. В Чечне. Русланбе гоняет. Тоже. Ухаживает. Мучается. Теряет. В общем. Это не то. Что вот. С этими. Можно сказать. Дикарями. Эти сами. Как-то. Кормят. Все. Делают. Более-менее. С лохмоногой птицей. Все. Все сложнее. С малоносой. Армавиры. И все остальное. Там люди. Уже. Посерьезнее. Занимаются. Это не то. Что я. Там все. Намного. Сложнее. Я думаю. Кто. Кто. Держит. Эти голуби. Они. Согласятся. Это. Можно сказать. Дикари. Это. Для. Для. Души. Еще раз. Повторюсь. Это. Моя. Одушина. Вот. Есть. Семья. Работа. И. Моё. Хобби. Это. Вот. Вот. То. Что у меня есть. Какие они есть. Такие они есть. Я. Профессионально. Ну. Просто. Не занимаюсь. И не хочу. Этим заниматься. Просто. Не хочу. Вот. Держу. Я могу поехать. И купить себе голубя. Или пару. Вот. И все. И. Взять их. И начать гонять. Могу. Потихонечку. Получать. Детей. Тоже. И. Вот. Меня. Как бы. Все. Устраивает. А. Есть. Люди. Которые. Заводчики. Которые. Работают. Вот. Как я снимал. Сергей. Над. Селекцией. И. Еще. Там. В общем. Добиваются. Масть. Гоняют. Там. Там. Не здесь. В общем. Я могу сказать. Про Сергея. Где там. Полторы тысячи. Поднять. В небо. Можете. Посмотреть. Этот ролик. Кто не смотрел. Это. Очень. Тяжело. Плюс. Еще. Прибраться. Плюс. Покормить. И. В общем. Это. Совсем. Все. Сложно. Я же. Говорю. Это. Не то. Что у меня. Также. Узбекские. Голуби. Армавиры. Там. Там. Другой. Подход. Уход. Тот. Ну. Как и у всех. За всеми. Ухаживать. Не будешь. Ухаживать. Ничего. Хорошего. Не будет. Голубей. Надо любить. Я думаю. Мы. Все. Любим. И. Держим. Ухаживаем. Ну. С лохматой. Птицей. Хлопот. Чуть. Побольше. С малоносой. Получить. Потомство. Чтобы. Все. Было. Хорошо. Это. Совсем. Другое. Если бы. Конечно. Было бы. У меня. Все. По-другому. Был бы. Собственный. Дом. И. Все. Остальное. Может быть. Я бы. Что-то было. По-другому. Ну. По факту. Так. Как вы. Смотрите. Так. Оно. И. Есть. И. Хуже. Лучше. Я думаю. Не будет. Вот. Как оно. Будет. Все. Вы. Видите. Я. Стараюсь. Чаще. Ролики. Снимать. Ну. Как. Получается. Показывать. Я. Не стесняюсь. Показывать. Что. У меня. Туда. Сел. Куда. И. Бьет. Неплохо. И. Даже. В забой. Ушел. Я. Ему. И. Вырезал. Хвост. Ну. Дома. Дома. Каждое. Каждое воскресенье. Люди. Многие. Спрашивают. Каждое воскресенье. По. Поводу. Кропоткина. Человек. Позвонил. Краснодара. Что. В. Кропоткине. Рынок. Тоже. Будет. Вот. Все. Что. Он. Мне. Сказал. Был. Рынок. И. В. Краснодаре. Говорит. И. В Кропоткине. Тоже. Обещают. Что. Будет. Рынок. Вот. Последнее. Воскресенье. Так. Что. Можете. Еще. По своим. Каналам. Узнать. Ну. Вроде бы. Все. Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы. Кропоткин. Вот. Пятигорск. 100%. Будет. Город. Прохладный. Надеюсь. Что. Будет. Говорят. Что. Будет. 5. Июля. У нас. Получается. Второй. Месяц. Первое. Воскресенье. Месяц. Всегда. В. 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 5. Числа. Вроде бы. Я не работаю. Если. Там. Никакой. Форс. Мажор. Значит. Я поеду. Поснимаю. Там. Голубей. Там. Больше. Лохматой. Птицы. И. Армавиры. И. Моздотская. Птица. Больше. Чем. В. Пятигорске. Вот. Как-то. Так. По поводу цен на рынках. Вот. Я стараюсь. Конечно. Спрашивать. Вот. Там. Человек. Я постараюсь. Просто. Не все. Люди. Хотят. Давать. Телефоны. Не то. Что. Голубятники. Вот. Канал. Как бы. У меня. Про голубей. Ну. Люди. Если. Просят. Я стараюсь. Выполнить. Просьбу. И. Спросить. И. Цены на кроликов. И. Показал я. И. Кур. Вот. Люди. Почему. Ты. Кур. Не показываешь. Вот. Кто-то. Есть. Желание. Приобрести. Ну. Я стараюсь. Снять. Что. Есть. На рынке. Ну. И. Как бы. Иной раз. Идя по. Рынку. С камерой. Уже. Сразу. Видно. Человека. Он. Пойдет. На общение. Или. Может. Послать. Куда. Подальше. Поэтому. Не. Всегда. Все. Так. Просто. Вот. Есть. Люди. С удовольствием. Дают. Телефон. Есть. Не. Хотят. Вот. Такие. Вот. Вот. Такие. Телефон. Не. Всегда. Зависит. Все. От. Меня. Что. Вот. Я. Там. Заднюю. Врубил. И. Хожу. И. Вот. Так. Снимаю. Я. Стараюсь. Как бы. Получше. Голубей. Показать. Приблизить. Вот. Ну. И. Цены. Спросить. Иногда. И. Хозяевов. Не бывает. Ну. Вот. Все. По возможности. Ребята. Ладно. О. Попер. 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 Вот. Вот. Давай. Малыш. Давай. Сейчас бы я вас пугнул. Монул вас к черту. Вот. Еще кто-то. Еще сизая. Просто не хочу. Я вот. Вчера погнал. И. Голуби. До начала восьмого. Несколько штук улетало. Ладно. Уже кто-то звонит. Ребята. Всем удачи. Всем пока.